всем привет с вами диктофон и сегодня мы продолжим играть в игру под названием блунст d6 и в этом видео мы будем проходить нашего босса леча маги лорда а перед тем как мы начнем его проходить я бы хотел вас попросить подписаться и поставить лайк под это видео если оно вам правда понравилось если вы хотите поддержать мой канал и в принципе игру блунст d6 на русскоязычном комьюнити что нас становилось только больше также я бы хотел сказать о том что у меня есть мой телеграм-канал и дискорд сервер а в дискорд сервере мы вы можете знакомиться между друг другом и играть в различные игры и я очень рад что там уже довольно большое количество ребят а мой телеграм-канал это больше что-то моей личной жизни этом больше с вами говорю делюсь чем-то и в принципе мы сами обмениваемся информацией друг о друге поэтому если вы захотите то всегда вам буду там рад а также я бы хотел показать и поблагодарить последних донатеров которые поддержали мой канал это был шлёпа прислал сразу два доната один из которых попросил скрыть большое тебе спасибо привет дима решил заскочить и закинуть сотен и сказать спасибо тебе большое за все что ты сделал и делаешь для меня и подписчиков просто хотел сказать слова благодарности продолжение продолжение я прочитал показывать не буду по твоей просьбе я согласен мне очень нравится эта тема напиши мне пожалуйста обговорим посмотрим как это выйдет а так спасибо тебе большое за добрые слова правда правда я на самом деле ценю потому что в цене время я уже думаю ну немного обесцениваю что ли себя свои заслуги или может быть свои дела и как-то грустно становится как будто бы чтобы я не делал как-то все это безнадежно немного вот такое вот откровение потому что сижу и думаю блин а я правда все ли правильно делаю все ли нормально потому что надо же расти идти дальше как будто бы завис на одном месте это когда вы пишете вот такие вот сообщения да даже если просто в комментариях или мне в личные сообщения где-либо я всегда читаю стараюсь вам на это отвечать потому что правда на такие сообщения именно такие слова поддержки дают мотивацию идти дальше продолжать развиваться и этим я обязательно буду заниматься этого спасибо тебе злой шлёпа а так давайте-ка начинать прохождение нашего босса а вот и наш лишь маги лорд появился поэтому давайте смотреть что у нас будет происходить карта простой шарнари надо же по правилам у нас будет доступен только квинси обин адора забыл как тебя зовут и пси окей по обезьянам обычно а чё так мало слушайте так такой маленький выбор надо же интересно скоро шаров за уменьшена скорость мопа уменьшена жизнь моп меньше скорость босса тоже меньше лимит прогонов 4 офигеть сейчас будем думать тогда с вами кого героя бы взять я бы взял обина сейчас по крайней мере посмотрим что у нас тут из доступных вас магическая только обезьяна маг и обезьяна ниндзя блин это можно подумать можно задуматься может быть я бы даже пси бы взял что ли но пси дорогой а обин дешёвый ладно давайте все таки сыграем за обина у меня опять же таки стоит рейтинговый режим пускай сыграем с ним как бы разницы я ошибка не почувствую все равно я способности на обычном боссе не юзаю так что переживать прям наверно не стоит обина давайте как-нибудь хотелось бы вот сюда разместить но шары же еще полетят другую сторону поэтому нам бы надо бить на несколько фронтов а как будто бы вот здесь получше будет а давайте сюда попробуем разместить обезьяна с дротиками вот в эту сторону поставим и запускаем на самом деле мне так кажется что рейтинговый режим довольно неплохой если вы используете способности то конечно вам будет тяжело но если вы можете пройти босса не используя способности то мне кажется это однозначно хорошее решение будет поэтому пожалуйста играть с рейтинговым режимом для вас это будет только лучше потому что я вот сегодня зашел в блунса мне дали награды за предыдущего босса за прохождение в рейтинговом режиме и хоть я отыграл но просто так типа я не пытался играть на скорость чтобы было как лучше просто играл как получится и при этом получил дополнительные пол тысячи и несколько мгновенных обезьян что как дополнительный бонус является с учетом того что я не сделал чего-то вверх естественного играл просто как обычно поэтому вот а на данном боссе смотрите у нас уже не на время идет она количество потраченных денег насколько я понимаю ничего прикольно с таким я еще не играл посмотрим как у нас получится пока что обин у нас спокойно справляется я бы нам предложил узнать как мы будем называть нашу банановую ферму в данном видео а в рандомайзере не выпало число 3 а третьим комментарием это была у нас ферма дракон рожденных поэтому будем дракон дракон рожденных получается выращивать у меня сразу же почему-то ассоциация с игрой престолов и не знаю может быть что-то она так и есть и знаете у меня прям лютые флэшбэки на самом деле если из вас кто-то old и реально следит за названием банановых ферм напишите пожалуйста потому что что-то мне подсказывает что правда это банановая ферма у нас была ну может это несколько месяцев назад потому что знаете что я прям помню как будто бы это название ферму было а потом этот человек раз за разом писал писал снова вот это вот название а я ему отвечаю в комментариях типа мы уже юзали ведь это название фермы она ведь была посмотри внимательнее пожалуйста ты чего мы брали твой комментарий что раз за разом пишет и пишет все равно то есть его это не останавливает а я не могу то есть я конечно не искал но мне кажется как будто была где-то вот это вот ферма у нас ладно ничего страшного короче если вот может быть это у меня какая-то амнезия не вот я не окажется а на самом деле этого не было поэтому вы можете написать в комментариях была ли правда она или нет ладно играем ничего страшного тем более рандомайзер выбрал именно это название нашей банановой фермы поэтому смотрим у нас тут целых 300 монет это огромное количество на самом деле что нам позволяет очень хорошо сфокусироваться именно на развитие монетном о а тут еще и таймер подождите не понял что-то я запутался так у нас тут скорость прохождения босса или же трата денег или у нас все учитывается я ничего не понимаю как это у нас тут работает но в любом случае пока что идем вроде бы неплохо с учетом того что у нас получается уже почти пять ферма дракон рожденных мы еще никого дополнительного не ставили но у нас тут обин если вот так вот подумать если до этого ведь мы проходили с помощью бенджамина а бенджамин не мог наносить урон то обин тут уже немного другие у другое дело он реально урон наносит и очень даже хороший поэтому в этом плане он нам неплохо так помогает я бы сказал по урону то уж точно но вот вот это вот линия надо она для нас сложна нам тяжело тут будет бороться будем смотреть и наверное этого боссом будем проходить через рынке потому что банки тут невыгодно как будто мне так кажется потому что вы посмотрите у нас нету бенджамина бэн ну то есть некому апать наши банки по дополнительной прибыли но при этом здесь есть вода следовательно мы потом сможем разместить в любу сьеров а в любу сьера буду тапаться от банки так что вообще все у нас замечательно и посмотрите кстати проходят шары я на самом деле не на это хотел акцентировать внимание на просто так вышло типа у нас сейчас 26 раунд и мы поставили наш первый рынок что для нас на самом деле замечательно но это из-за того что мы очень хорошо проэкономили денег нам не пришлось их на что-либо тратить поэтому мы тут спокойно смогли позволить довольно ранний реально ранний рынок мне кажется поэтому все в этом плане замечательно сейчас еще один разместим уже два рынка на 28 раунде мне кажется это реально замечательный результат на данный момент правда главное знаете но не заиграться и потом еще успевать прокачаться угадайте у кого соседи решили начать сверлить я в шоке это знаете но это уже реально такой вот мем ну типа что сверлящие соседи они реально как будто бы есть у каждого это ну с какой-то стороны это шок какой-то ну типа ну как это работает типа у вас реально вас инструментов других нету или вы что вы все делаете с помощью именно сверла сверла я что-то я говорить короче разучился из-за того что я не ожидал тут ничего так шару нас постепенно пролетает но вроде бы живем на самом деле на данный момент я бы хотел прокачать нам еще один рынок потому что что-то идем так неплохо с вами знаете ли прям замечательно этой страны у нас обин дефает ли она вот такие вот поставим шипучки конечно нам бы еще флебустиера сюда поставить так будет прям получше конечно шары постепенно начинает проходить но счетом того что балин вот сейчас с учетом все теперь нормально типа для 33 раунда с учетом того что у нас нету бенджамина мы неплохо я бы сказал идем то есть у нас уже очень даже много рынков целых пять штук и с дефом вроде бы прям проблем нету единственно вот эта вот линия она довольно опасная но к счастью пока что они все ходят именно с другой стороны так у нас сейчас какой тут раунд идет 35 окей тогда я могу еще один хотя бы рынок разместить попробовать все это сделать так сюда лианы ставим и до успеем мы еще один прокачать и так думаю хорошо что а ей не того я хотел рынок апать хорошо мы здесь проходим а вот теперь здесь бы надо немного вкачаться и все идем мы с вами неплохо единственное знаете что мне интересно в какую сторону у нас будет идти лич маги лорд и реально не знаю типа куда он будет тэпаться до широк много мы прошли ой опасно вот знаете вот как обычно говорю мы прошли и потом сразу же новые беды наступает так 38 раунд денежки мы пока что откладываем тут мы должны я так думаю проходить хотя что-то это страшно немного и ей ладно прошли фух 39 раунд автостарт я бы убрал ну и нам надо бы посмотреть как бы блин откуда у нас пойдет наш лич маги лорд потому что на данный момент мне как-то вообще непонятно ощущать что шары мне кажется на проходит так еще сейчас сосед выходит активизировать свое сверло опять 5 зачем что ты творишь одумайся а давайте хотя бы знаете огненную стену сюда поставим дополнительно так обин пока что не бафает почему-то магических обезьян хотя вроде должен но странно 1 думаю скоро у него это появится способность а теперь я так думаю что мы справимся попроще без каких-либо проблем автостарт отключаем и вот реально как мы будем проходить наш первый класс и вот это вот интересно хотелось бы его подешевле пройти если смотрите как легко сейчас тут реально очень легко прошли хотя добавили просто нашего дополнительного мага и чё делать то нам собственно реально да понять по какой он стороне пойдет так ребята снимаю третью попытку мне чё-то рандом не не зарешал он был немного против меня поэтому будем смотреть короче у меня по тактике как я попробовал будем качать любу сера по верхней линии он довольно будет хорош рода игру что у меня была проблема в том что лич маги лорд у меня потом сразу же заспавнил целых 2 2 заросших муаба и вот в этом плане было конечно не прикольно некрасиво и мне это что-то совершенно не понравилось так сперва откопим на сам авианосец вроде бы должно быть все нормально когда будем уже заканчивать вот это вот шкала у нас наверное продадим один из рынков специально это сделаем чтобы сразу же у нас все не шло и насколько вот я короче знаю насколько я понял у нас лишь маги лорд будет идти вот так вот это в этом плане конечно хотя бы здорово в этом я рад все давайте немного замедлили наше сражение ничего страшного но вроде пока что справляемся сейчас вылетят зеленые опять 2 да что ж такое-то а тогда тоже было 2 я что-то и не помню полин подстава какая-то просто досмотрите будет еще один подлетать а мы теперь вот так вот с вами прям сделаем вот еще продаем оттягивая неизбежная как можно дальше как говорится у нас было с вами хорошо то давайте смотрите я еще вот так вот продам мне не жалко мне просто не хочу продавать рынке вот так короче дидером по максимуму смотрите так сюда скилл и займ здесь флагманский авианосец ставим и все теперь должно быть получше при этом я просто старался чтобы продали как можно меньше рынков потому что не хочется как-то от них нам избавляться ну все дальше я так думаю что все будет по плану должен умничать правда конечно долго у меня это все происходит наверно можно было бы это сделать побыстрее ну да ну да чё поделать это я я никогда особой скоростью не блистал но самое главное что довольно эффективно вы конечно можете сразу же там побольше рынков продавать это я просто и сидел старался так я не хочу все продавать не хочется так здесь у нас не влезает и все смотрите первый класс у нас побежден это замечательно автостарт нас отключен еще вот это будем все продавать то теперь у нас получше по комфортнее стало нам тут еще хватает сейчас обязательно дальше качаем авианосец продаем потому что пока что нам больше тут не нужен есть конечно такая точка хорошая тут бы я бы лучше потом есть что какую-нибудь обезьяну поставил а здесь бы нам как быть давайте еще вот так вот вкачаем тоже будет две обезьяна таких вот пиратов наших любу стиров бы я бы тоже поставил ну вот даже вот не знаю с одной стороны если нам смысл их прямо сейчас вот прокачивать сидеть или же лучше подождать ну а давайте несколько торговых суден разместим думаю с ума мы с этого не сойдем правда бафа и они у нас не идут дополнительные потому что центральных рынков дракон рожденных у нас нету ну ничего страшного так сюда и все продолжаем постепенно нам теперь надо задумываться как мы будем проходить наш второй класс на самом деле потому что будет тоже нелегко может быть мы сразу два флибу сера поставим здесь если мы их ставили довольно поздно а к 60 раунду мы успеем их пораньше конечно разместить следовательно они у нас будут поэффективнее и мы теперь еще во всех счет флибу сера вставим на с правой стороны поэтому у нас такая правая сторона мне кажется будет более защищенная конечно неплохо но лучше нормально у нас есть время на заработки это замечательно будем стараться всем этим заниматься а здесь у нас уже о влезла один флибу сир разместился нас наш дракон рожденный камуфляж мы тут тоже уничтожаем 154 тысячи я уже потратил знаете я удивлюсь ой точнее я не удивлюсь если там на первом месте когда вот мы пройдем там окажется что человек там прошел знаете потратив 1100 на всего босса пока я тут сидел тратил побольше побольше монет однозначно то есть меня это правда не удивит но это будет конечно обидно потому что как будто бы это все 4 какие-то ну потому что ну как как ты просто чисто физически сможет пройти босса потратив такие вот минимальное количество средств или он там супер хардкорщик что ли какой-то крутой а обин спасибо за деньги дополнительные сколько это денег 1300 монет просто дополнительные представляете вот как вот это вот в этом плане конечно и у него очень крутой он мало того что хорошо дефа и так тут еще и помогает нам замечательно так что вообще одни плюсы я бы сказал так сюда давайте еще размещать воврами я сюда тоже начал флибустер вставить потому что теперь мы тут тоже можем пробивать камуфляж замечательно о 57 раунд уже у нас будет начинаться но ничего страшного я пока что хочу именно вот так вот вкачивать у нас лич он не супер быстрый будет у нас даже замедленный а так мы будем мой урон наносить и денег больше зарабатывать конечно тут на одноборот меньше денег тратить ну а я как будто стараюсь все больше и больше 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 ну чё ну бывает такая вот у меня натура получается я бы еще бы флибустера быв прокачал то есть сейчас вот у нас так можем сейчас несколько рынков продать дракон рожденных прокачать 5 тира флибустера по нижней линии посмотрим что у нас из этого получится надеюсь что что-то адекватное что-то нормальное 10 тысяч у нас тут есть смотрите вот например сюда мы делаем и 23 тысячи нам надо вот это все продаем баф икс 20 ну все прям вообще замечательно в этом плане если только сейчас заметил что мы даже обезьянополис здесь не сможем создать ну переживем как-нибудь эту беду посмотрим 16 тысяч у нас тут имеется это замечательно и вот что-то вот я не знаю смотрите у нас их тут сколько если вот я одного продам а у нас их тут до сих пор 20 становится а я хочу перезайти я короче не того продал немного не в той стороне потому что мне кажется что если уж делать тир 5 то где-нибудь вот на вот этом вот месте его бы сейчас бы нам снова разместить ура получилось сначала наверное главаря пиратов мы с вами поставим чтобы нам тут еще сделать давайте ладно вот так вот и запускаем вся две тысячи хп у него у нас флигустеров тоже теперь немало они нам тоже будут помогать с уроном а блин враг да мне только сейчас дошло у нас тут уже есть вся прокачка чтобы у нас был именно главарь пиратов все 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 отбой отбой все нормально все по плану тогда давайте но вот так вот будем делать блин нет еще раз перезайдем потому что я зря продавал флибу серо зачем нам вот так рано продавать если он пару раундов у нас еще может постоять и принести дополнительные монетки копим 26000 его используем и вроде пока все идет по плану о все главарь пиратов у нас есть смотрите как урон сразу же пошел вот это я понимаю вот это правда здорово тут мы тоже все пробиваем ведь реально хороший урон эти вот скиллы мы тоже с вами используем не брезгуем всем этим ничего вот например я бы еще бы разместил или нам вот этого хватит как будто бы нам вот этого всего и будет хватать чтобы пройти на данный момент я просто вот смотрю и как-то все так спокойно проходится а давайте центральный рынок дракон рожденных мы уже 1 разместим смотрите как легко надо же всего лишь один вот этот вот тир а так хорошо со всеми вот справляется так тут нам еще обе денежек приносит спасибо за это просто я не успел все контролировать уже есть у нас всего два центральных рынка даже три это здорово потому что не будет бафать наших флибустеров у леча маги лорда осталось совсем немного хп поэтому мы тут очень переживаем давать что надбавки по вкачиваем персональный да забираем тут все отнимаем и все добиваем второй класс второй класс даже вышел легче первого на самом деле и мы его даже прошли быстрее вот надо же как это все замечательно так сейчас будем продавать нашего главаря пиратов он нам конечно но очень потрудился очень постарался и много монет нам даже принес в этом плане но нам надо идти дальше нам надо зарабатывать поэтому лучше те деньги которые мы на него потратили сейчас верну в оборот врача у них флибустера да пипец вот пускай у нас тут пока вот таким вот будет стоять ничего страшного не а ладно давайте мы хотя бы что сделаем вот до такой прокачки мы его вкачаем и все дальше теперь вот по нижней линии будем тратиться идти дальше зарабатывать равно в плане дефа у нас теперь все должно быть в порядке они у нас очень даже сильные в этом плане хорошо даже укрепленным оба мы уничтожаем по монетам за раунд мы уже получаем немалое количество так сюда теперь могу пошли здесь мы тоже должны по логике справляться не думаю что что-то плохое у нас в деньгами правда теперь уже чувствуем себя получше и все больше и больше зарабатываем так что для нас только даже круче так обина надо скилл ты его взять потому что он правда очень полезен для нас будет здесь вот у нас не прокачано в этот день немного еще посередине по вкачиваем чтобы больше урона было и для будущего парагона также кстати нам пригодится так что дальше эту делаю при дальше наверно будем на центральными рынками добивать во денежки забираем спасибо тебе обин за это нам для нас это будет очень полезно и так я думаю что дефаться мы будем теперь нормально просто тратимся просто прокачиваемся и развиваемся конечно в идеале бы нам бы еще поставить централ потому что все таки у нас это имеется и если что нету как бы деревне вот это вот грустно вот даже вот не знаю стоит ли нам вот этим торопиться или же нет можем пока что просто немного центральными рынками идти так как это баф это наших флибустеров так что это плюс для всех них и нас для нас и в первую очередь ну вроде бы достаточно 10 центральных рынков дальше уже баф не идет насколько я знаю главное что наши флибустеры еще мало того же денег приносит еще и дефут замечательно так x9 сейчас десятую сюда поставил имся 207 второй раунд у нас уже проходит время еще есть на самом деле его немало так я бы теперь смотрите еще вот здесь я бы центральный рынок у нас разместил дракон рожденных и мы проверим до баф x10 у нас так и остается следовательно давайте уже идти и думать о чем-то другом а как бы нам бы дальше развиваться потому что wall street какой-нибудь централ дракон рожденных нам бы тоже желательно все таки поставить они будут тоже для нас выгодны вот так вот у нас получается 5 целых ферм тоже неплохо здесь вот wall street разместим или надо было вот сюда его размещать да вот даже не знаю на самом деле ладно как поставили так поставили равно все у нас идет здорово так скилл обина завязали как же он на самом деле хорошо дефает вот этот вот скилл он просто замечательный куда и денег приносит ну вот вообще в этом плане обинуще крутой wall street у нас появился блин тут не все деньги он будет собирать но большую часть хотя бы будет и это самое главное для нас следующем классу наверное мы будем ставить именно нашего парагона владыку плазма он у нас ведь доступен да владыка плазма доступен я так думаю что мы на него накопим недолго тут всего что там 150 тысяч мы сейчас один раунд уже получаем немало денег так что я думаю что все у нас с вами будет не знаю что надо было мне наверное еще ставить нашего инженера в начале чтобы где-то вот здесь вот принимал дополнительные монетки это было бы для нас полезно ну ладно и без этого обойдемся может быть на элитном боссе попробую с ним и будем с вами проверять о поскольку денег как хорошо о фух нормально чаще она централ накопим и все и будем именно уже копить на самого парагона и не думать куда нам его разместить хотя я так думаю куда бы мы его не разместили все равно он будет нас очень выгоден хоть вот сюда вы знаете вот реально вот куда-нибудь вот здесь вот разместить будет сразу на два фронта работать и наносить какой-никакой дал урон нормальный мне так кажется урон то будет чё уж я так говорю ну да и запускаем хоть мы его не сразу разместим но как мы его поставим мне кажется тогда урон сразу пойдет очень заметный мы все это сразу поймем все это увидим и убедимся в его способностях так что если 80-му нас он не будет стоять то ничего страшного главное что по итогу мы его поставим случае чего чего-нибудь продадим но так как у нас лишь маги лорд довольно медленный это замечательно а еще этот босс обычный так что вообще беспокоиться нам не о чем зато посмотрите мы уже потратили практически 1 миллион монет вот это вот я понимаю вот это вот жутко и знаете что я так думаю может быть нам стоит тогда пройти этого босса с помощью владыки плазмы и морского наварха и все типа и хватит нам у нас ведь это рейтинговый босс где надо тратить поменьше монет может быть реально так вот поставим почему бы нет у нас тут флибу стеры давно уже стоят они у нас довольно прокаченные потому что потом прогон морского наварха будет силен и так вот все и оставим с вами так 105 тысяч есть но уже даже 115 нам накопить 150 и мы даже так ему сносим урон причем неплохой уже 20 тысяч мы ему снесли так что очень все замечательно так что до 200 тысяч дойдет и все да то есть вот так вот я поставлю 31 степень все этого на вообще предостаточно будет смотрите как у нас просто лич разносится из этого нам вполне себе и хватит чтобы четвертую степень пройти до как будто бы даже и на пятую возможно нам бы хватило потому что ну все прям очень даже легко а денег много тратить как бы и не хочется потому что рейтинговый босс опять же такие повторяем если у нас есть еще свободные места для ферм то есть посмотрите вот здесь есть свободное место вот здесь и свободное место здесь навряд ли вроде здесь нельзя не разместить здесь несколько есть мест из конечно обе на бы я бы сюда не поставил то место бы наверное еще было бы одно дополнительное это я для вас говорю на будущее то есть вот тут даже целых три места вот здесь одно здесь одно поэтому можете ставить если у вас будет не хватать монеток не монет вроде бы достаточно очень даже поэтому посмотрим и да я наверное смотрите сейчас у нас будет сотый раунд я не буду никого прокачивать сейчас автостарт включим это и думаю что владыка плазма у нас будет нормально справляться а вот уже потом насчет кого насчет последнего раунда последнего класса мы там уже будем с вами думать как нам выйти что нам делать потому что морского наваркта я могу создать без каких-либо проблем типа мы уже на него практически накопили но пускай он будет вот так у нас хотя бы накапливать урон все было замечательно и он у нас будет очень даже мне кажется не маленькой степени так что пройдем без каких-либо проблем не знаю какое место я займу по итогу рейтинга потому что мне кажется там реально будут те ребята которые тратят спокойно там 1400 300 на прохождение всего босса я тут почти полтора миллиона но как бы наша главная задача все таки проходить боссов они стараться экономить если мы как бы научились хорошо зарабатывать смысл на меньше тратить надо свои хотелки наоборот увеличивать в геометрической прогрессии чтобы нам приходилось больше подключать мозгов чтобы думать как же нам больше зарабатывать поэтому вот на эти воды попью немного а так думаю на самом деле что у нас все хорошо меня уж сейчас а кстати чё я тут заметила на смотрите да блин курсор у нас в любую сер один отличился про нас тоже нормальный прокаченный хороший просто вот я вот так вот думаю как бы нам например уже проходить наш нашего элитного босса потому что например смотрите первый класс на обычном боссе мы проходили с помощью у нас флагманского авианосца а второй прошли с помощью главаря пиратов причем очень легко причем реально очень легко и быстро мы его прошли я вот так вот думаю что на элитном боссе мне наверное надо будет поставить к первому классу именно его именно главаря пиратов потому что там он тебя покажет наверное здорово но будем смотреть пока еще рано говорить нам бы еще обычного пройти но мы уже вполне себе уверенно все идем 98 раунд владыка плазма у нас тут атакует дефает защищает и все вроде бы здорово обин тоже наносит урон и приносит денежки поэтому в этом плане конечно вот этот вот скилл когда он у вас появится обязательно его используйте он мало того что и помогает хорошо дефаться так еще и денег приносит так маги лорда смотрите мы продавливаем смотрите реально урон то хорошо проходит то есть он нас летит то всего ничего мы ему уже снесли половину хп то есть исходя из этого можно подумать что вдруг мы и 5 класса так сможем справиться да может быть мы его будем проходить не быстро зато довольно экономно потом посмотрим в любом случае если что у нас будет хватать денег на морозкового наварха поставим его и будем уже думать 4 класс мы с вами также прошли уверенно нас владыка плазма уже снесла 2 миллиона урона хотел проверить свои способности мне штамм далее еще обезьяну фермера он же тут недоступны они ну ничего страшного как бы главное что у нас все под контролем драгон рожденные нам приносят деньги и за это им большое спасибо я хочу сказать и также как будто бы знаете вот это вот видео по прохождению босса может быть быстрее короче чем обычные видео потому что там ведь я трачу много денег на пересоздание например ну точнее как денег и времени на пересоздание обзина полиса на создание нескольких парагонов особенно вот помню когда только вортекс выходил каждое прохождение элитного вортекса без способности у меня спокойно занимала часа полтора потому что там еще ставишь миллиард снайперов но тогда еще парагонов было мало чтобы вот это вот все нормально проходить и реально очень много занимала а так как здесь мы все-таки стараемся меньше потратить денег в принципе я больше не вижу смысла нам еще что добавлять и вроде бы все с нами уже нормально мы бы могли еще сэкономить на самом деле несколько сотен тысяч если бы я бы например сразу же продал вот эти вот все рынки и собия не размещал вот наши вот эти вот централы потому что они стоят денег и мы сейчас вами накопили уже как бы 2 миллиона а зачем а зачем они нам сейчас здесь с одной стороны если вот так вот подумать то есть мы могли обойтись спокойно без них и не сильно бы переживали да может быть мы на владыку плазмы не так быстро бы накопили но мы вот это вот опять же таки повторю продали бы флебустеров бы оставили и они бы не торопясь и так думаю за столько времени смогли бы нам накопить на морского наварха это может быть мы примерно так и попробуем с вами на элитном боссе попробовать сделать я не знаю что из этого получится как бы поспешишь людей насмешишь все таки я вот эти вот рейтинги прохожу плохо как плохо просто второй раз прохожу а лича маги лорда впервые поэтому опыта нету но будем смотреть будем наращивать самое главное что мы что-то пробуем что-то новое узнаем тем временем у нас уже 117 раунд на удивление мы правда очень даже немало денег заработали если у нас уже сейчас имеется 3 миллиона в общей сложности мы еще потратили с вами уже столько 1 миллион 300 тысяч еще мы с вами успели заработать миллиона 4 если это так то это даже очень большое число на самом деле сейчас мы будем проверять и смотреть как будем справляться с нашим пятом классом лича маги лорда надеюсь что эффективно 2 миллиона хп у него и смотрите реально пробивается мы пока не торопимся лучше чего реально можем поставить морского наварха ну пока вроде бы живем то самое главное не след мы ему уже первый пол миллиона хп остается еще полтора ну ему лететь еще долго так что пускай пускай все нормально вот здесь у него сейчас будет хорошая такая позиция наша владыка плазма будет своими снарядами рикошетить и смотрите пробивает реально пробивает то есть уже половина хп у нашего маги лорда нету и пока он тут будет лететь мы еще ему сносим очень даже большое количество хп сожалению пока что нас владыка плазма не видит маги лорда но так как рикошетит от зонга bfb уроны по нему все равно проходит и мы ему так уже это 1200 хп снесли просто так вот по приколу чисто но все теперь снова пошла атака такая прям реактивная хорошая 3 миллиона монет мы мы с вами уже заработали до проходим босса не быстро уже сто двадцать четвертый раунд используя я бы все вот эти деньги мы бы наверное уже лича прошли как раунда 23 назад но самое главное что мы проходим смотрите реально то есть одного парагона предостаточно что пройти данного босса а мы его поставили еще на 80 раунде но не прямо на 80 чуть попозже но при этом все замечательно поздравляю вас лич маги лорд у нас пройден используя всего один парагон мы смогли даже еще лучше сыграть но как вышло так вышло ваш он размещено 53 шаров пробита 590 тысяч а общий урон составляет 14 миллионов сгенерировано денег 4 миллиона 300 тысяч пробита моб 10 тысяч используем способности 27 обязательно звезда наша владыка плазмы кто бы в этом сомневался новый рекорд 1300 тысяч ой 1 миллион 300 тысяч я тут пока что на четвертом месте смотрите вот чё вот я вам и говорил какой-то animal прошел за 300 тысяч он потратил 300 тысяч ну вы представляете это как что он сделал я не понимаю но мы ну кстати реально четвертое место это неплохо о том того что я говорю я мог сэкономить еще пару сотен тысяч а тут 11 миллионов откуда откуда что ты такое а с элитным боссом а элитных боссов еще видимо не успели пройти все неплохо мне кажется хорошо мы с вами отыграли как у нас будет с элитным боссом дела обстоять 200 монет ой хп ну все то же самое насколько я понимаю разницы нет никакой будем проходить уже в следующем нашем видео а на этом я буду заканчивать данное видео надеюсь что вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки а с вами был диктофон всем удачи и всем пока